Всем привет! Это канал Орел без Решки. В этом ролике мы с вами посмотрим групповую экскурсию из Белека в Каппадокию. Наверное, многие считают, что Каппадокия это только полеты на воздушных шарах над туфовыми образованиями. Но на самом деле в этой экскурсии можно увидеть гораздо большую. И мы это вам сейчас покажем. Поехали! Первая остановка, где есть что-то интересное. Вот это вот здание, образная сельджукской архитектуры. Караван Сарай, Султан Хани. Здесь останавливались купцы, которые проезжали по шелковому пути. Про это место ничего не рассказывают. Всю информацию мы узнали из Википедии. Здесь можно свободно походить 20 минут. Также можно зайти внутрь. Билет недорогой, стоит примерно 10 лир. В общем, заехали мы в первый подземный город. Таких подземных городов несколько. Говорят, они между собой связаны с подземными тоннелями. Но этого никто не знает. Вот так вот выглядит первый этаж. Первый этаж большой, потому что здесь всегда располагался храм. Предлагали храм, поэтому там у них крестики. Чуть-чуть формы храма тоже вот как раз вы видите. А эти маленькие яблочки внизу, это идёт вот эти кромницы, про какого вам говорили, чтобы на толку сперед вот как раз заставлять. Как сказали, то, в общем, вот как раз обработано очень легко. Чёрный свет – это не пенечка, яблоки или агентство, что-то подобное. Просто там, где влажность, попадает или дождь, в нижний час вы получаете такой чёрный свет. Наверное, всё-таки херто это построили. Маршрут не круговой. Если вы зашли в одно место, уже выйдем из другого. Обратно не вернёмся. Вот, по этой стрелочкам можно ориентироваться. Такие вот узкие проходы. Сейчас серая часть, где-то археологи копали. Коричневая часть – это бившие туле, чтобы мы нормально смогли пройтись, для нас это копали. Конкретно в этом городе сколько этажей? Здесь 8 этажей. Работа до сих пор ведутся? Нет, просто так уже осталось, уже боятся трогать. Там, где-то там уже помираешь оттуда. Отселение закрывается со своей тяжей. Кто-то туда поднимаетесь, сразу к нам уже положил, и всё закрыто. Ещё и такой-то водный светёр. Тут глубоко такой вот лопарик. Канал, спец, она сделана, чтобы вода оттуда прошла. А то, если не было, тогда здесь порядка, то, что здесь не хватает. Несмотря на то, что уже третий этаж, вниз тут не холодно. Так свежо, но не холодно. Ещё вот этот подземный город, это как оборонное сооружение. Когда войны нет, люди жили наверху, когда война, осады, они спускаются в музею, и отсюда их уже не выкурить. Даже когда нашествие арабов было на эти земли, они факел через эту дырочку засовывали, чтобы там было задымление, чтобы местных выкурить, но не получалось очень хорошей здесь вентиляции. Всё уже выходят, вот ворота. Вот закончился первый город. Народа не так много, нету китайских туристов. Как нас напугали все гиды, если есть китайцы, они сюда приезжают. 50 автобусов, и надо стоять в очередь 3 часа, чтобы каждый подземный город посмотреть. Тут виды тоже красивые. Вот два вулкана спящих, как местные говорят, но никто не знает, когда он может проснуться. Вот наконец-таки мы приехали в Гариме, это сердце Каппадокии, если загуглить Гариме, примерно вот такие вот пейзажи выдаст. Гариме, как и подземные города Каппадокии, являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот он, храм Святого Василия, один из многих храмов. Можете зайти, посмотреть, в прессе посмотреть, потом сюда обернемся, пойдем в Яблочный город. Все эти храмы, храм Василия, храм Георгия Победоносца, названы в честь родившихся здесь людей на этой земле. Они все из Каппадокии, снимать в этих храмах нельзя. За этим сидят, в каждом храме есть охрана, мы там что-то снять попытались украдкой, но не советуют это делать. Что касается туристов, китайцев нет, зато есть турки. Сейчас неделя Курбан-Байрам, праздничная, многие со всех регионов Турции сюда приезжают на машину. Пойдем посмотрим в Яблочный храм. Внутри храма фрески снимать нельзя, там за этим сидит специально обычный человек. На всех фресках, которые изображены в храмах, у большинства святых выколоты глаза. Возможно, это связано с тем, что по исламу не принято изображать святых и вообще лица людей. Это храм святой Варвары, назван в честь женщины, которую замочили за то, что она приняла христианство в Риме, тогда это было запрещено. Тут видно все вот эти образования из туфа, и чтобы это как-то поддерживать, чтобы не разрушалось так быстро, такие вот укрепления сделают, чтобы в этом виде, в первозданном, как можно дольше все это сохранилось. Это храм святого Георгия, его здесь называют змеиной, потому что он победил змея копьем. Вам фона святого Георгия точно знакома, она изображена на гербе Москвы. Все эти монастыри похожи друг на друга, если ты, конечно, только в этом не разбираешься. Чтобы в этом разобраться, с тобой должен ходить гид и все тебе объяснять. Вот это типичная столовая, трапезная, где монахи кушали. Такое помещение почти в каждом храме есть здесь. За 50 минут в этом всем разобраться невозможно, невозможно посетить все эти пещеры. И как гид сказал, тут недели даже мало, потому что комплекс просто огромный. Вон там даже есть пещерные комплексы. Безменная капелла. Из того, что я заметил, где нет фресок, там нет и охраны, и можно спокойно открыть, внимание. Трещит. Туф. Туф он такой. Также есть храмы, куда требуется заплатить, чтобы туда попасть. Например, вот сюда, темная церковь. Вход стоит 50 турецких лир. Пойдемте посмотрим, за что деньги платим. Вот так и выглядят билетики. Судя по тому, что на них изображены там нормальные фрески. И поэтому, собственно, и берут плату. Сейчас посмотрим, можно их снимать. В общем, тут, как и нарисовано, есть с целыми лицами, есть вот такие вот. Примерно 50 на 50. Но сохранившихся здесь фресок больше, чем в других храмах. Также есть охранник, который не разрешает снимать. Ну, украдкой снять можно, если очень хочется. Людей много, и за всеми не уследишь. Это реконструированный храм. Это видно по окладке. Его можно посетить бесплатно по кодовому слову «Пегас», как сказал наш гид. Это подвальное помещение этого храма, где фрески снимать нельзя. И в отличие от других храмов, тут очень шустрые охранники, даже в украдку не получилось. А здесь снимать можно, здесь ничего нет, никому не интересно. А так, да, есть фрески. Какие-то хорошо сохранятся, какие-то без лиц. Видно, что там стоят леса, ведутся какие-то реконструкции. Но снять не получилось, к сожалению. Следующая наша остановка – такое вот панорамное место со знаменитыми грибами. Называется «Долина влюбленных». Одной из причин, почему так называется, потому что здесь проводят свадьбы. По легенде, и это место называется «Долина влюбленных», потому что это раньше была спорная территория. Спорили за эту территорию две деревни. В одной деревне жил парень, другая девушка. Они были влюблены в друг друга. Ну, поскольку деревни враждовали, парня убили. Девушка очень горевала и попросила Всевышнего, чтобы эти земли никому не достались. И Аллах услышал ее молитвы и накидал сюда грибов, в которой вот они, вот эти грибы стоят. Обратите внимание на вот это дерево с кувшинами. Если в России вешают замочки, где написаны имена влюбленных, то в Турции вешают такие вот кувшинчики. Анкур и Тина. Есть русские имена. Дима, Саша, Вера, Ксю. Курочкина, Викат. Что-то много имен. Видимо, несколько свадеб, все в один кувшин. Следующая остановка недалеко от Долины Влюбленных. Называется Долина Фей. Назвали так, потому что вот эти вот грибочки, нижняя его часть, похожа на платье феи. Это Учхисар. Одна из самых популярных деревень Каппадокии. С древних языков переводится как «Три крепости». Отсюда можно догадаться, что это место было лучшим для дозора. С этой точки можно было заметить врага еще далеко на подходе. Сейчас в этой крепости даже люди живут. Вон, где турецкий флаг, видно там окна. Там живет какой-то дедушка, который уже привык к туристам, пускает их к себе в дом, посмотрев, как он живет. У него есть газ, отопление. Раньше сюда мог заселиться тот, кто хочет. Это никак не контролировалось. Сейчас так уже сделать нельзя, но тех, кто успел заселиться, например, как вот люди в этой квартире, их уже не трогают, не выгоняют. Are you cooking here? Yes, in this cafe. Тут у кафе оказывается, тут у сувенирчики. Я думаю, здесь кафе сувениры, а вон лестница наверх, там уже живут они. Благодаря здесь наверх. Why not? Смотрим. Так, вот так выглядит второй этаж. Такие вот полки в стенке. Книжки лежат. Коврики везде. Конечно, они особо не помогают. Пыль, пыль, пыль здесь, по-моему. Выколачивать их нет смысла. Там здесь вот кровать. Видимо, молельная комната для намаза. Балкон. Балкон такой вот. Висят два туристских плага. Курки любят свои плаги, прям, для их жителей Америки. Признаков газа, электричества я здесь не увидел, как не говорят. Скорее больше альтро-туристов, чтобы они почувствовали, как же люди несколько веков назад. Nice place for living, thank you. Thank you. Thank you. Следующая остановка, конечно же, дегустация с радостью, вина. Куда же без этого на любой экскурсии в Турцию? Последняя на сегодня остановка после дегустации. Долина голубей. Чисто на пять минут пофотографироваться. Не знаю, почему так называется. Я думаю, вот почему. Последняя остановка на сегодня, перед тем, как поедем в отель, заехали попить фисташковый кофе и насладиться панорамными видами. Еще одна крепость. Внизу есть старые разрушенные дома. Сверху уже более современные, отремонтированные. Здесь уже люди живут более в человеческих условиях, чем мы смотрели в деревне. Вот как кофе готовят. Фисташковый кофе, его надо сразу заказывать, потому что его готовят долго. Заехали мы сюда буквально на пять минут, поэтому первым делом надо заказывать кофе, а потом можно наслаждаться панорамным видом. А так кофе выглядит в окончательном виде. На таком вот подносе само кофе, вода и две сладости орешек, какая-то мармеладка или лукум. Красиво смотрится. Следующая остановка. Такие вот шары. В 5 утра это уже следующий день. И те, кто хочет летать на шарах, должен сделать дополнительную плату. Цена на одного человека 180 долларов, чтобы на таком вот шаре прокатиться. Сейчас еще китайцы из-за пандемии не так активно сюда приезжают, поэтому цена низкая, как сказал Гид, а так она в районе 300-350 долларов с человеком. Где-то 2000 шаров будет взлетать по 50 штук, они взлетают. Мы взлетели, но рассвет уже пропустили. Рассвет был в 5.27, сейчас... 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 Сейчас в 5.36, надеюсь, на 10. Надеюсь, мы опоздали. Примерно на высоту 1000 метров мы должны подняться. Вращаемся в Белек. После шаров уже позавтракали, едем по другой дороге. Тут уже другие камни, потому что они содержат больше железа, и они по-другому образуются. Шапочки у них поменьше. Вот этот камень очень похож на верблюда. Другие тоже похожи, но уже чуть поменьше. И в целом это напоминает караван. А с этой стороны уже видно шапка Наполеона. Также заехали в мастерскую Оникса, чтобы посмотреть на изделия из этого камня, и заодно увидеть, как они их изготавливают. Следующая наша основка – это кончарная мастерская. Можно посмотреть, как изготавливают изделия из ГИМ, а также попробовать это сделать самому. Так, это наш мастер, мой дядя. Его зовут Садибей. Он уже больше 30 лет занимается врачальным искусством, и многие спрашивали, как готовятся вот такие вот сосуды. Я попросил мастера, чтобы он приготовил для нас вот такой вот сосуд, поступил, чтобы видели, как делать именно вот такие вот сосуды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Экскурсия заканчивается. Из положительных ее сторон – это, конечно же, сама Каппадокия. Это стоит увидеть, хотя бы один раз в жизни. Эти природные образования, подземные города. Также прогулка на шарах. По времени примерно 50 минут – это хорошее время. Из отрицательных сторон – это рано вставать два дня подряд, в три ночи, в четыре ночи. И также посредственная еда в ресторанах по пути в Каппадокию. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Я напомню, что канал «Орел без Дрежки» – это не только обзоры групповых экскурсий, а также обзоры городов и отелей.